Какие же вообще бывают в принципе возникновения процесса? Бывает первичный целлюлит, бывает вторичный целлюлит. Целлюлит первичный это процесс, который может направляться на гиподинамию. Как правило, это неправильный образ жизни. Неправильный образ жизни это такие какие-то гормональные всплески. И в принципе пациенты с этим первичным целлюлитом спокойно живут, и он не требует особого какого-то обращения к специалисту. Вторичный целлюлит в данном случае идет уже целлюлит, который сформировал в результате конкретного заболевания. Чаще всего это венозное кровообращение, это почечная недостаточность, нарушение гормонального фона и, конечно же, обмена веществ. Поэтому все-таки целлюлит это, как сказать, такая, знаете, завуалированная проблема, которая не приходит одна. Целлюлит приходит со всякими такими нарушениями обменных процессов.